Сосаре небесное. Благослови это занятие. Не дай нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания божественных словесств, укложенных в этой Библии. Прибудь с нами и в этот день. Хлова тебе, Отец и Святой Дух. Аминь. Надо было тропарь к крещению испеть, воеврада, не крещающийся тебе Господи. Это у нас пикто, к сожалению. Сейчас еще. Да как есть. Обычный Васкидер пойдет на бумагу, а я без него сейчас стесняюсь. Я исчез сам. Итак, на прошлом занятии мы разбирали 19 главу «Деяния апостолов» и последний стих, который мы прочли, был 17-й. Закрытие. Итак, с 14 по 17 стихи сейчас прочитаю, напомню. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» «И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе, иудеям и елиным, и напал страх на всех их, и величаемым было имя Господа Иисуса». Вот на этом мы остановились, толкование прочли и продолжаем. Итак, 18 стих. «Многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела своим». Толкование. «Всякому верующему следует сказывать свои грехи и обречением себя самого зарекаться творить то же самое снова, чтобы получить оправдание в силу сказанного в Писании». Порок Исайя 43, 26. «Припомни мне, станем судиться, говори ты, чтоб оправдаться». И притча 18, 18. «Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его». У кого какие дополнения, мысли? Мне вот, например, я когда читал, было непонятно, почему эти места Писания введены здесь. «Припомни мне, мне с большой буквой, точка с запятой». Потом опять станем судиться, опять точка с запятой. «Говори ты, чтоб оправдаться, к кому обращен, к кем оправдаться». «Припомни мне, это Господь обращается». «Растолкуйте, пожалуйста, кто может мне, неразумному». «Припомни мне, с большими словами». «Бывающие есть?» «Индай, Тихач, выручайте». «Когда даются какие-то места Писания, нужно знать, что здесь как бы эпиграфом стоит первое послание к Коринфянам, 10 глава, 6-11 стихи. Что это были образы для нас Так вот теперь мы можем Сделать экскурс не вперед А назад Вот теперь от новозаветнего времени К ветхозаветним Вот об этом Глажена Фепелакта указывает места Приходит другой и исследует ее Вот пришел Павел Она кричит правильно Все говорит хорошо Настоящая помощница А он ее исследует и видит там другой дух И когда начинается успех В каком-то деле сразу находятся люди На скоростях Раз и помочь Или научиться Как кашпировский лечить А что из этого получается Вот и для чего эти места и указываются А точка запятой означает Что событие закончилось Перечисление идет на другое Вот и все Нет ну вот Здесь нам дается местописание Многие же из уверовавших Приходили исповедуя Открывая дела свои И дальше идет толкование Что да действительно верующему Следует открывать свои грехи Ну по сегодняшнему Значит ходить на исповедь Или перед братом признаваться Там при грешении Если согрешил перед ним в чем-то И мало того толкователь нам говорит Что мы должны заречься То есть обличением себя Замого зарегаться Творить то же самое снова Вот в чем у нас беда Вот был праздник крещения Люди каждый год Ходят омывать свои грехи В водах крещения Хотя вот Епископ Ишимский Хорошо заметил в статье своей Почему я против крещенских купаний Что Символи веры В нашем православном Скажем Исповедую Одно крещение Одно То есть один раз Человек зарекается Обещает Богу Служение доброй совести И происходит В таинстве крещения Омытие всех прежних грехов И человек Обещает Богу Больше эти грехи не повторять У нас же человек Так научен В православной церкви Что каждый год Он Идет И каждый год Омывает свои грехи И причем Он и не собирается От этих грехов Особо Избавляться А зачем Пойду Поокунусь И Здоровье получу Жить Грешить И не болеть А вот здесь Вот местописание Припомним Не станем судиться Говори ты Чтобы оправдаться К чему То есть я не улавлю Просто смысл Между Вот тем Что сказано В деяниях К толкованиям И вот К чему этот стих Я пояснил Сергей Так я и не понял Сергей Я продолжаю На этом Если не понятно Вот говорит о чем Говорит о людях Которые пытались Помогать другим А сами живут Во грехах Сыновья первого Священника Ясно не уверовавшие И злой дух Им сказал Павла я знаю А кто вы такие Откуда вы взялись Павла Я боюсь Понимаю Тут смысл То какой Вот он их Исповедует уже А то речь идет Об этом Что признание грехов И о грехах Напоминает Уже не священник Поп то уже В стороне оказался бы А сам демон Уже видит Что не те люди А сегодня это не понимают Она иконы поставила Свечки зажгла Шепчет И лечит И священники Иногда сами ходят Лечатся у них Ну если говорит Патриарх ходил Недовиташвили То что это Что-то значит Ну вот видите Как маленько Надо смотреть О чем тут смысл идет О том что здесь Две стороны Темные и светлые К светлые Идут на покаяние А тут темные Исповедуют Ну понятно что Сам демон Уже открывают Такое было В житиях Святых не раз То есть вот эти Сыновья Первосвященника Скева Они жили Во грехах Но ходили И учили Именем Господа Иисуса Пытались Исцелять Выгонять Этих Злых Духов И вот этот Злой Дух На них На самих И напал И их обличил В этом Они заклинания Произносили Никакой цены Не имели В послании К риминам 16 глава 20 сих Говорится И сокрушит Сатану Вскоре Под ноги ваше А здесь Сатана Их сокрушил Почему Евангелист Иоанн говорит Тот кто в вас Больше того Кто в мире Больше То есть В нас Дух святой И сатана Покоряется Ну допустим Аверки Изгоняет демона Ну было такое Трифон А демона Я куда Свиньи не пасутся А куда деть Куда ты сам Куда мне отправиться Это из этого Бесноватого Он стоит Уста свои Открыл И говорит Лезь в меня В меня Да понимаешь Да тут бы Беста с радостью Заскочил Бобес заорал И говорит Смотреть не могу И сразу убежал Неизвестно куда Потому что Изо рта Из уст Праведников Все время огонь идет Огонь Попаляющий демонов Как Павел Препростый И другие видели Вот так и надо понимать Они были Не у верующей А просто И слышали Имя Иисуса Поминается И они решили Это делать Но рано или поздно Все встанет на свое место Он взял над ними силу Почему над Павлом Препростым Он не имел силы Никакой Потому что Жил по западу В послушании Отошел У меня вопрос Такой Можно Да С чего взято Что люди Которые приходят На крещение Окунаться Купаться Считают Что им прощаются Грехи Просто они Ходят купаться Это какой-то там Обычай Они абсолютно Не являются Ни таинством Ничем Это же Просто они приходят Как бы Ну Ухарство Такое Скажем Сергей Я Можно Отвечу И абсолютно Это не является Это самое Прощением Грехов Или чем-то еще Это просто Как бы Ну Кто желает Проявляет Ухарство И все Нет Сергей Ты спросил Откуда это взято Это взято Из личного Опыта Общения С людьми Которые приходят На таинство крещения Мы каждый год Ходим И этим людям Проповедуем На таинство крещения Приходят Или на Купаться На праздник На праздник Купания Но это не таинство Это не таинство Это не таинство Но мы Когда у них спрашиваем Зачем вы пришли В праздник Крещения Господня Нырять в ледяную Лоб Отвечают Обычно Два распространенных Ответа Омыть грехи И Получить здоровье Это невежды Я в этом невежестве И говорю Если есть невежда То Может быть Вина какая-то И на нас Лежит Потому что Мы в одном городе Живем И Господь Спросит Ты видел Брата согрешающего Идущего В трогу И не сказал Я Взащу С тебя Согрешение Здесь такое Скажем Не страшно Это не к смерти Это нельзя Даже грехом назвать Вот А то что Они окунаются Да Эпископ Это называет Что Превратили Вот это В шоу Такое Вот в чем Грех Понимаешь И Это не к смерти Вплоть до того Что начинается Что святую воду Вместо прещения Вместо причащения Можно давать Батюшка нам говорил Вот До чего Неверство доходит Что Настолько Сильна Крещенская вода Что она Даже может Заменить Причастие Она Причастие Заменяет Но агиасма Действительно Великая Вода Великую силу Имеет Поверь Поверь Человек Батюшка нам Объяснил Почему Такое Суждение Потому что Когда Был один Священник На много Много Приходов И не было У него Возможности К больному Человеку Привезти Причастие То Миряне Давали Вместо причастия Крещенскую воду Она не заменяет Причастие Но Хотя бы Что-то По их Так скажем Мере А заменить Она не может Потому что Причастие Заменить не может Ничто Ни она Ни Артас Не может Артас Бывает С Крещенской водой Ну Это не заменяет Ни в коем Мере Даже Естественно И речь Так Ну что Идем дальше Конечно Так 19-21 стихи Ну Сергей Читайте А из занимавшихся Чародейством Довольно Многие Собрав книги Свои Сожгли Перед всеми И сложили Цены И оказалось Их На 50 Тысяч Драхм Да Такой Силы Возрастало И Возмогало Слово Господне Все Или еще Читать Еще Да Еще А когда Это Совершилось Павел Положил В духе Пройдя Македонию И Ахайю Идти В Иерусалим Сказав Пробув там Я должен Видеть И Рим Все Достаточно Полкование Так преданы Были Ефесяне Кумирам И волшебству Что книги Волшебнические Ценили Очень высоко Как такие В которых Заключается То Что Есть Самого Лучшего В жизни Веров Во Христа Они Книги Эти Не продали Но Сожгли Для того Во первых Чтобы Кто-нибудь Не заразился Их Души Любительную Язвою А потом Для того Чтобы Не приобрести Чего-нибудь За продажу Их Так как Деньги Вырученные За собаку Или доход От Идолопокворства Запрещено Было Приносить Богу То Они Не признали Делом Праведным Повернуть Ногам Апостолов И серебро Вырученное Этим Путем Ну вот Про собаку И про Пролюбодеянь Про Цену Блудницы Я читал А вот Про цену Заработанную Путем Путем Идолопокворства В храм Я вот Не помню Из Ветхого Завета Где это Такой Запрет Толкователь Нам об этом Говорит Знаете Их Не помните То есть Толкователь Нам говорит Вот Так как Деньги Вырученные За собаку Или доход От Идолопокворства Запрещено Было Приносить Богу Толкователь Нам Ну Даже Толкует По священному Писанию Я Помню Что Да Цену Пса И цену Блудницы Не приносите В храм Это я Читал А вот Что Цену Идолопокворства Вот Где это Описано То что Нельзя Приносить Понятно Что нельзя Но где Написано Ну Апостол Павел Говорит Что Принося Жертву Идолам Приносят Бесам Этого Достаточно Что Здесь Как я понимаю Ссылка На Верхний Завет Про Пса Написано В Верхнем Завете Не приносит Цену Пса Ну да И блудницы Тоже Непонятно И блудницы Это я Читал А то что Про цену Заработанную От Идолопокворства Дальше Вот мы будем Про храм Аркемиды Конкретно Так Не сказано И поэтому Не надо Конкретно Не сказано Про это Дело в том Что Люди Что-то там Где-то Как-то Зарабатывали Может быть Допустим Сейчас Вот мы Стали строить Деревни И сразу Сказали Люди Могут Заниматься Любой Непредосудительной Работой Ну На новом Месте Ничего Нет И сразу К нам Приехали Люди И говорят У вас Большие Озера Здесь Пруды Вы нам Разрешите Мы Разведем Тут Гусей И Потом Как-то Что-то Вы будете Иметь А другие Говорили Вы садите Пшеницу Другую Мы тут Сейчас Спиртзавод Построим И у вас Деревня Поднимется И проще Мы сказали Нет Это нельзя Это невозможно Я на работе Ко мне приходит Человек Я его уже знал Заранее Он говорит Я пришел Вам Говорит Я очень Разбогател И хочу Вам помочь Ну Прекрасно Деревню Строим Детский лагерь Я говорю Откуда у тебя Деньги Да я торгую Даша Чем ты торгуешь Книжные магазины Открыл Я говорю А о чем книги Наверное Там есть и порнография Но без этого Сейчас нигде нет И я никак Ни под каким видом У него не взял Так обидел Я его как Это цена Блуда Цена блудницы Хотя Там Только книги Он на этом Зарабатывает Я потерял Человека И потерял Деньги Нет Ну Может быть Вот эту Цену блудницы Под словом Блудницы Имеется ввиду Блуды духовные Наверное Более расширено Поэтому Давай вперед Двигайся Не останавливайся На этом Вот тогда Понятно Грех С грехом Не имеем общения Ну что Идем дальше Возвестить Возвестить Что он придет И поселить В Македонянах Более сильное Желание Видеть его Что же касается Того Что сам Он остается На время В Азии То это Так Было Нужно Потому что В Азии Была Тирания Философов Вот еще Какая Может быть Тирания Философов А как Философы Могут быть Тиранами Понятно Там Сталин Тиран Вглаз Всылал Тирания Деспотия А от Философов Так какая Тирания У кого Какие мысли Моносеевич Инатих Какая Тирания От философов Он занят В Азии Была В то время Он занят Сергей Кто Занят Скажи Что он хотел Понял А ты не знаешь Повтори Сергей Я думаю Что он хотел Повторяю Толкователь Нам говорит Что в Азии В то время Была тирания От философов Поэтому И Павел Остается там И Вопрос Такой Что Как От философов Может быть Тирания То есть Тирания Сталинская Мне понятно Тирания Там Вглаз Слово Тиран Деспот Понятно А философ Но проповедуют Они свою философию Какая в этом Тирания Объясните Да не просто тирания А жестокая тирания Это духовная Философия Коммунистическая идея Фашистская Возьми Они наставили Только на своем Подавление духа Уничтожение Совершенной личности Они ничего Духовного Не признают Это самая Высочайшая Тирания От философов И идет Они наставят На своем А все это Выдумка Где фашизм Где коммунизм Ничего нету Тогда были Такие же Стойки Эпикурийцы Главное Умереть достойно Вот стойки Жить Всегда Радоваться Как эти Эпикурийцы Ешь пей Веселись Завтра умрем А Павел Предложил Совершенно другое Это жизнь Ничто Надо заботиться О небе Видеть ближнего Помочь ему Отвергнуться Самого себя А они давили на людей Совершенно другим Они их зазомбировали Как сегодня сказали бы И люди верили Что так и надо жить Вообще-то Это что-то было Но это тирания Над душою Над духом А они же Формировали общество А это значит Переносилось на правителей А правители Теперь Эту идею Философию Притворяли в жизнь Подавляли Всякое инакомыслие Как это не тирания Это страшная тирания была Она сегодня Так же есть Вот сейчас Патриархия Это тираническая организация Она никого не терпит Мы только одни Они не видят Ни истинно Православных христиан Ни тех Которые Тихоновска Еще поддерживают Где-то Имеют рукоположение Сейчас аташи Которые Ну раздробили Церковь Никакого объединения Не было 13 юрисдикций Получилось Они никого Не признают Патриархия Почему Сталинско-беревская Кровь Они ее образовали Они все Только давить Не по ним Вот Вчера у меня Нина Желнева была Я записал Интервью Я его завтра выставлю Вы увидите Что они с ней делают За то Что она самой Знается Она переехала туда Ей Не разрешают Заходить в храм Температура 35 градусов На улице Жара Жара Они ее не запускают Сейчас мороз Они не запускают Ее даже в притвор И архиерея Благословила Заходите Поп уперся Все Разве это не тирания А почему Ну так они Приучены Тирания Патриархия Это самая Может Тираническая Организация Сегодня В Российской Федерации Кто-то выходит Не понятно Что-то Организация Грязи лапни Кто так ездит Не понятно Продолжаем Не-не-не Зачем Зачем Вы нажали Ну вообще Зачем То ли Отключить Надо было Не надо Сейчас Что надо Делать Не знаю Ну Опять Не туда Сергей Меня не слышит Сейчас Нет А кто там Лез Режиме ожидания Сергей Как его Теперь включить Ну это Что такое Я не знаю Режиме ожидания Кто там Сергей Это нажать Сахоцкий Ничего не надо А вот Кнопка паузы Нажмите на нее Ну еще На удержание И меня отключило Совсем На удержание Я нажал Какое-то Не то Они брякают Я взял Нажал на этот Ну на эту Попробуйте еще раз Ну еще Ну еще Надо Не знаю Кто-то все время Пикал и пикал Лез Что дальше Ну отключайтесь Туда уже Что Отключаться Да А не увидишь Что я отключился А вот сейчас А вот сейчас Можно нажать Вот это Да А что она Ничего не дает Возрновить звонок Ну Сергей Я отключился Ну-ка Включи снова Нету нигде Я вот на это Нажал на такую Ну еще нету А вот кнопка Вот эта Она Нажмите на нее Я нажал Еще нету Еще нету Кто-то все время Пикал и пикал Я хотел его Подключить Нажал не то А вы-то не подключаете Это кто-то На вас выходил По скайпу Отдельно Нету Там Надежда Лапкина была И все там Это потому что Общее Это общее Показано Нет это сложно Я думал что они Просятся Хотят сюда залезть А не мешает Пик 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 Я нажал Нажал все Вырубил Может эту нажать Да Она чтобы Сергей Вас набрал еще раз Но Сергей Это где она берет Надо написать ему Сообщение Ну Мы сейчас Сами свой урок Проведем Откроем И начнем По новым завесам Не хуже Надо отключиться Теперь полностью От них И сейчас Написать Сергею Пусть позвонят Да Ну вот это вот Только не просто А красный Все отключить Это не надо Нет Нет Татьяна Шарпинская Какая-то Это не надо Ключать Участников 14 Может они Есть Может Ну если это В том Мышцы А где же Лапки Работы Это Они что-то Там Это явно Я сейчас Лап Еще сейчас Ого Нет Так нельзя Сейчас То же самое Сделаем Между Что у нас Ну что Подключайте Меня Отключилось Сергею Подскажите Отключили Нас Мир вам С миром Отключи Пусть подключат Так он Подключил Там звонок На удержание Почему-то Ну-ка Посмотри Ну у меня Вот Подключено Но звонок На удержание В режиме Ожидания Вы сейчас Лично На Вячеслава Вы Не на Необщее Вышли Ну а Вячеслав Скажи ему Сергей Он даже Не знает Что меня Вышибло Да Никого Не вышибло Все там Ну да Да Вообще-то Так у меня Тоже нету Ничего Там звонок На паузе Никто Ничего Не говорит Вам надо Закрыть Вячеслав Иначе Вы тоже Ему Не даете Войти Тогда Закрываю Все Да не просто Кнопку нажать Надо Вот эту Да Да Хорошо Теперь Что Все Как оживить Все Ну умерли Смогли Мертвой Адой Побрызгали Аживая Ну закройте Этот Крестик Нажмите Закрыл Дальше Надо Давайте Выжимайте Да Да На 23 На 24 Спасибо То есть там Как раз Говорилось Об Да Здравствуйте Об опасности Вот этого Дмитрия Это вот Настоятель Был Языческого Храма Храма Артемиды Серебряного Храма Серебряник Он был Да Он был Серебряник И храмы его были Серебряные Видимо Он их и серебра Делал Там Делал Докор О том Что Он этих Башков Там делал Идолов И Он опасался Толкователь нам говорит Не за то Что его Ну а своем Можно я чуть-чуть Тоже добавлю Да Вот я тоже Захожу В лавку У нас сейчас Ну Достаточно Лавок есть Разные там Лутва Церковная Продается И Вот В лавре У нас Строится В это В Александрнецкую Лавру Захожу Ну и там Тоже продают И кадилы И Четок не продают И брелки Спасителя И Божьей Матери Ну а это то Зачем Это Я понимаю Ну икону Ну даже На машину Там икону Люди Все Хорошо Ладно Здесь я могу Согласиться Уж на ключи Вешать Образ Спасителя Когда Там Он терепается Везде И Затрется Ну там Так вот Только на чем Люди не делают Не пытаются Делать деньги Лишь бы Только вот Бизнес Что только Не придумывают Что даже До кощунцев Доходят Нет в этом Благочестия Это кощунство И продавщица Со мной согласна Вполне Вот Она говорит Да Да Я тоже Не понимаю Как можно Брелки уже На ключи Вешать Вот Брелки Чтобы Быть И Ну Если продавщица И понятно Ничего Что она Не переменит Работает Ну Это Вопрос Десятый Меня Это Первый Для ее Спасителя Большой вопрос А на Сатова Не надо Начинать Если Совесть В этом Угличает Она Дальше Идет Против Совести Как Она Будет Перед Богом Отключать Ну Игнатия Тихонича Будет Такое Случай Как Он Проповедовал Этим Кто Влас И Все Они Не вышли На работу Так Поп Там Чуть Порвал Металл Что ж Такое Люди Пришли Встали Очередь Лавки Закрыты Нет Нет Здесь Один Туда Один Сюда Никто Не Заметит А Ее Уберут На ее Место Пятеро Встанут Вот Мастер с революбцией, делать не будут этих дел. Ну, креслики берут, там еще что-то, кодила кому-то надо, берут. А если нет этих брелков, то и брать их не будут люди. Зачем они нужны? Вот. Если люди не берут, то и делать их не будут. Вот и все. Здесь просто, как бы, кто-то попробовал спрос, он бы рождает предложение. А если не будет спроса, то и не будут и предложения. А люди, которые торгуют, они вполне могут действовать. в этом отношении правильный. Так вот спрос-то, понимаешь, насчет спроса, христиане, проповедники, весь этот спрос и уменьшают. И вот это вот серебряное, в апостоле Павле, увидел самого главного опасность. Что на брелке делать образ спасителей, ключам изменения. Я об этом и говорю. Если бы хозяин этого ларька узнал об вашем разговоре, он бы имел бы разговор, а зачем ты тут сунду вводишь? Да мне-то его разговор, это... Он бы начал защищать свой бизнес и сказал бы, да какой ты православный, да сектант, да это... Да не сказал бы он такого, потому что я бы доказал ему, что я не сектант, а то, что он это... Я много такими торгующими углем, вот церковный уголь привозят, я говорю, там старости, ну не бери. Этот уголь, этот уголь, он гореть не будет, потому что он слишком большая плотность, и селитра в нем нет. Это просто... Там на меня напали эти, и что, ну кто привез там. Значит, я только это самое... Начал говорить, что вы торгуете? Это грех. Вы уголь, который как камень, который горит, не будет вообще. Ему доказал, он тут же... Ну это не мое, это меня не касается, это... Сначала предлагать и деньги за это иметь, а потом хвостом так вертеть. Говорю, сразу не твое. Ну не твое, не торгуй. Ну то есть... Такие вот вещи. Так что... Меня бы он вряд ли в чем-то переубедил и сказал, что не православный я. Скорее бы наоборот. Сергей, разреши я вам скажу Сергею Ильину. Пожалуйста. Доказать, что ты православный, очень просто. У меня брат. И он его кто-то обозвал, ты сектант, баптист. А он-то среди баптистов жил в Апрудзе-то, Павел-то. И он знает, что баптисты не пьют. Он напился пьяный, возле сельсовета, упал и лежит. Когда его подняли, говорят, что ж ты так напился. А я всем доказал, что я не баптист, они не пьют, а я валяюсь. Видишь, как просто все. А теперь говорим, спрос рождает предложение. Вот город в Апрудзе. Храм один только там, православный-то. Представь, сторожем поставили тебя туда. Подходит к тебе женщина и говорит, а где у вас вшей продают? Она говорит, каких вшей? Ну, в прошлый раз моя подруга-то была, ей продали там по 5 рублей одна вша. А зачем? Мужик-то ушел, а эту вшу, церковная, намаленная, освященная церковная вошта. Ее теперь, если тому подсадить, мужику, она его укусит, он места не найдет, пока к ней не вернется. Все, примут, что угодно. И вот он лежит пьяный, и с тротуара ноги свешились, а машина проехала, ноги-то отдавила. Теперь он без ног. Так он мученик. Его деньгами засыпали бабки. То не просто без ног, то он возле церкви пострадал, миленький мой. И он каждый день пьяный. С православными что угодно можно сделать. Это никакие люди. Это их попы довели такого состояния. А я знаю. А это, какой же там сторож у нас был в Бишкеке, в Афрунзе такой страшный. Да никакой не страшный. Он на смену пришел другому. Вот в Афрунзе Сергей Бузмаков слышал такого священника? Я зашел в крестилку. Людей примерно так 25-30 человек было. Это все он наложил где-то в 20 минут. Смеется, мажет, мажет кофточку. Даже руку ребенку не мажет. И гляжу, ну абсолютно он ничего не понимает. А люди, дети кричат. Я говорю, подошел последний, он меня еще не успел. Я говорю, я успел. Ты что делаешь? Ты совсем же неправильно делаешь. Люди-то ничего не знают. А люди знают только то, что помощница, пока он там что-то делал, бутыльки собирал, она успела сказать, что ребенка надо взять. Но ничего другого не знает. Креститься никто почти не может. Я говорю, что ты так делаешь? Он меня кулаков в бок ударил, но не сильно так. Бросьте заливать. Поехали со мной в ресторан. Я тут же написал письмо Варфоломею архиепископу. Он немедленно меня вызвал. И говорит, это вы сами писали? Я говорю, да, ну я привел канон и все. Вот у меня, говорит, три храма есть. Любой теперь я тебе отдам. Давай соглашайся на рукоположение. Вот и все. Я рассказываю, имена называю и все. Вы даже не знаете, какие творят безобразие. Я знаю этого Бузмакова. Знаю. Он там служил в Быстровке потом. Он очень неблагочестивый человек. Их-то, дорогой мой, сколько их таких-то неблагочестивых-то? Иеромонахи живут с женой, с ребятишками. Да я не против, живите вы, но не надо других-то гнобить. Так можно было до рукоположения жениться? Зачем было это самое? Монашество принимать? Это к примеру сказать. Не в этом дело. Люди не знают Евангелия. Нет рождения свыше. Дверь к грехам открыта. И человеку нельзя научить делать так, делать так. Он мертвый. Его нельзя научить. Я был мертв, но жил. Пропадал и нашелся. В православии нету проповеди от смерти в жизни. А есть только так. С улицы приди в храм. А батюшка тебе грехи отпустит. Вот вчера мне написал этот Марьясов. Я не знаю, он здесь нет сегодня? Александр Марьясов. Он из Краснодарского там. Ну, хорошо, людей много было. Вышел молодые люди. Я говорю, а что же вы тут это курите, то ругаетесь? А пришли сюда. Они говорят, меня послали, сами знаете, куда у нас посылают-то. И тут же закурили, бросили, пошли купаться в купеле. Люди верят, что прощение грехов, так и говорят. Сергей Пупков правильно объяснил. Это в ракобесе, попы насаждают. Почему этого нет ни у баптистов, ни у адвентистов? Никто же это не понимает так. У нас не просто беда, у нас аховое состояние в церкви. И поэтому всякий луч света, который попадает в это темное, мрачное царство, как у Островского, там, кабаньях это была, это смерть для них. Поэтому они беснуются, они крещат, они злобятся страшно как. Да я согласен. На крещение могут устроить купание, а пойти на реку крестить по-человечески не могут. Не могут. Обязательно в купеле. А когда праздник пришел, все у них, пожалуйста, и купание они устроят зимой, и освещение воды. Я согласен. Алло, слышишь меня? Да, слышно. Я читаю. 25-й, да? Давай. 25-й, 27-й. Хорошо. Собрав их и других подобных ремесленников, сказал, друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совращает немалое число людей, говоря... А? Совратил уже, не совращают, а совратил. Совратил немалое число людей. Да, виноват. Говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и вселенная. Толкование. Обратил внимание их на опасность. Вы, находимся в опасности впасть от нашего ремесла в голод. Однако, то, что он сказал, могло привести их к истинному богопочтению. Если, как он говорит, человек, этот Павел, так силен, что есть опасность, как бы он их всех не обратил, и если от него грозит опасность тому, что принадлежит богам, с маленькой буквы, то следует подумать о том, каков же его бог. Везде свою речь сводит этот Дмитрий на ремесло. Не насилием, а так именно следует убеждать. Если так удобно разоблачаема несостоятельность этого культа, то его давно следовало отвергнуть. Если же он имеет в себе силу, то так скоро искоренить его невозможно. И комментарии Игнатия Лапкина на выделенные слова, как бы он их всех не обратил. Итак, комментарии. Причина успеха апостола Павла была в том, что он был истинно сосудом Духа Святого, был трубой Духа Святого, который разжег его любовью ко Христу. Поэтому проповедь лилась из его уст рекою, и целые страны двинулись за ним. Если сегодня нет проповеди, нет послушания Духу Святому посылающему на проповедь всех верующих христиан, то будет ли языческий мир опасаться, как бы их всех не обратили? Сегодня опасность заключается в противоположном. Так как в православной церкви нет вдохновенных истинных миссионеров и проповедь не стоит на первом месте, то вполне приходится опасаться, как бы не растеряли всех, кто еще приходит в храмы, ничего не понимая в вере Христовой в Священном Писании. Храмы все более пустеют, а сектанцы наполняют многотысячные стадионы. Пожалуйста, у кого какие мысли, соображения несущие. Разреши сказать, Сережа? Разрешаю. Если не ошибаюсь, один из крупных таких режиссеров, тогда назвать начальников этих театров, Немирович Данченко, он знаком был с батюшкой и как-то встретились, и батюшка говорит, вы понимаете, народ перестал в храм ходить, почти никого нету, а он говорит, а у меня в театре говорит, переполнено все, приходится уже не два спектакля в день давать, а три или четыре, так что батюшка репертуарщик маленько менять надо говорит, у нас ничего этого не понимают, вот я сколько раз говорил, есть такой Невзоров Александр Глебович, это атеист, безбожник, страшный человек, он везде в конфликтах военных участвовал, то лошадь там почти обогатворил, но он говорит столько полезного, я уже советовал, я писал об этом, Чаплина бы патриарх избрал, кто там у него были, близкие люди, Кураева, и отправили бы к нему, чтобы написали ему, нормально выразили, с уважением, навеличали, вы сказали, Александр Глебович, вот вы выступаете, вы столько хулы говорите, и на Божью Матери, и на Христа, и все, но у вас есть полезное, выскажите нам наши недостатки, враги нам лучшие друзья, поговорка говорит об этом, и поверьте, вы его смягчили его сердце, он учился в семинарии, и он сделался таким вражиной, сказать невозможно, он умница такой, и режиссер, и что только он не может делать-то, и он говорит о недостатках, добавляет, я не хочу, чтобы у попов спускали вниз головой с колоколин, вы опять к тому все подводите, там 20 или 32 человека канонизировали, теперь деканонизировали, я 32 его, 32 ролика его даю с комментариями, а от патриарха говорит, пришло указание, если он где-то участвует, это круглый там стол или что-то, священники должны встать и уйти, но вы понимаете, что за этим место, а они в самом деле, только он появился, они из этой студии, поднялись и пошли, народ так ахнул, смотри, какая энергетика у Александра Глебовича-то, эти черные демоны-то так и выскочили, ну уж легко было догадаться, чем это кончится-то, рванули от него через всю студию и показаны, как они буквально бегут от него, а от него можно столько пользы взять, да он бы вам рассказал, он знает это, и сказал, вы от этого можете избавиться, от этой проклятой торговли-то, ведь не могут, вот кто-то из вас говорил, это было в Красноярском крае, меня вызвали делать печь, я печник, в просворни-то, ну я с ними поговорил, две помощницы, там Юлия и Надежда, а батюшка-то уехал, там что-то на отца Геннадия Фаста, сильные нападки были, он в этом был, в Енисейске, когда он вернулся, завтра литургия, все нормально, нормально, да не нормально, священник слышит какой-то шум, бурден отец Александр, благочинный, он говорит, посмотрите, что там вышли, говорит, батюшка, а народ-то весь, говорит, там указцы, никого тут нету рядом-то, а почему, не знаю, ну-ка иди узнай, он пришел, а никого там нету, а где продавцы, это неожиданно было, они бы пять, десять нашли бы, а тут два, а они, говорит, вон в стороне стоят, подожди, Юля, а что такое, ну как что, на торговле же запрещена Богом, он бил, ну-ка батюшка согласен, он сказал, что будем думать, убирать, так вы не с Игнатьем были, тогда, понятно, откуда ветер дует, я сказал, ныне, когда услышите голос Божий, неожесточите сердец ваши, вы даже немедленно, священнику заявите, отойти, больше не торговать, и они приняли всем сердцем, служба, литургия не может начаться, один шум, главное, то Господь сказал, не можете служить Богу и мамоне, Богу можно не служить, а мамону дай, вот пример был, священник, он по-хорошему ко мне был, как он пришел в ярость, это Игнатий, все это перепортил, больше, значит, и тогда не уберу ни одной точки из этого, да веры-то никакой не было, он академию окончил, с красным дипломом, такой умница, он озверел буквально, мои письма, которые, ну, с его женой переписывались, она умница такая, я, говорит, рвал и бросал, а моя жена его боготворила, это он на суде показал, я просчитал, что следователь записал, убери торговлю-то сегодня, служба кончилась, ничего не будет, не можете служить Богу и мамоне, то есть они Богу не могут служить совершенно, без мамона, вот как надо сказать, не могут, и поэтому не надо говорить, что на ее место найдется, вот пример такой, внезапно ушли, никого нету, а с улицы не поставишь, так они вокруг этих забегали, они уперлись ни в какую, я с ними поработал один день, этого достаточно было, сердца народа, готовы воспринять истину, допустите до них, почему они вокруг меня такую, вакханалию устроили, сейчас гонят там разные, разные и священники и все, что они делают-то, вы малую счастье только знаете, что-то знает только Кальмаев, и знает, кто переписывается с ним, рыскают везде, уничтожают все, где со мной знались, я говорю, придет время, будете искать и хвалить все, что знались, вот какое дело-то, в православии положение страшное, главное это деньги-деньги, корысть и трусость, трусость и корысть, отошел, слава Господа, будьте ревностны, и Бог даст, так, 28-29 стихи, Александр Саховский с нами, читайте, Выслушав это, они исполнились ярости, и стали кричать, говоря, велика Артемида Эфесская, и весь город наполнился сцемятением, схватив Македониан, Гайя и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище, так, так, простите, Вячеслав, вы с нами? Вячеслав, что-то у нас со связью, Надежда Лапкина, Ольга Симоненко, я здесь, Екатерина Тинникова с нами, я здесь, Татьяна Шарпинская, вот Татьяны и Вячеслава почему-то нет, вроде как мы и с нами, и в то же время, а Надежда Благодатская? Где, где? Михаил Кальмаяк? Я здесь. Здесь, да, вот Вячеслава и Татьяна, почему-то, в фотографии стоят, вроде как с нами, и пишут, что нету. А здесь, я здесь, я просто... Про вас, про вас речи нету, вы с нами, всегда, до своей, Татьяна и Вячеслава почему-то нету, а они просили, спишут мне, я сейчас вас отключу, переподсоединю, а то нехорошо, они в сети, а и... это он всех решил отключить, и сейчас поперебрать по одному, но Сергей взял на себя какую миссию, вообще, ой-ой-ой, ну что, никого нету. Я решил тут сказать одно слово, но ладно. Нажмите вот это. Ну и что, ничего не слышно. Ну, слышно? Слышно. Слышно плохо, в третьей стороне. Вячеслав с нами? Да, я с вами. Слава Богу. А до этого с нами были или нет? До этого был с вами, но ничего вообще не было, звонок в режиме ожидания. А, вы не слышали, да? Ничего не слышал. А я смотрю, пишете что-то, и вроде фотографии стоят, а каждый раз делать перекличку, тоже как-то думаю, дай-ка спрошу. Так, Татьяна Шарпинская, с нами сейчас? Да, Украина с вами. Слава Богу. Продолжаем. Так, итак, 30-я глава, или толкуем еще 28-29? Нет, толкуем, я сейчас еще раз прочитаю. Так, Сережа, Глубков, заканчивается час работы, разреши мне сделать объявление важное? Ну, через 4 минуты, потерпите. Хорошо, давай. Так, 28-29 стихи, еще раз прочту. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, велика Артемида и Феска, и весь город наполнился смятением. Схватив Македониан, Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Толкование. Пришли в ярость, услышав об Артемиде и о подрыве ремесла, потому что черни свойственно возбуждаться и воспламеняться от всякой, даже пустой вещи. В городе у них были боги, и они приняли угрожающее положение, чтобы криком восстановить как-нибудь уважение к богам и заглушить то, что произошло. Кричали, не переставая, как бы опасаясь, чтобы вовсе не угасло почитание богов. Продолжим или здесь поразбираем еще? Когда-нибудь... Ну, есть, есть у кого слово. Есть у кого слово насчет... Нет, не по писанию можно спросить? Через три минуты. Сейчас будем по писанию и все. Тут полчаса, потом будем... Продолжаем... А по тексту? По тексту есть у кого? Приходилось ли вам вот видеть людей, которые приходят в ярость из-за того, что вот они как бы отстаивают свою веру, хотя вот на самом деле это все дело в деньги упирает? Да, Сережа, я могу сказать. Это касается всех иконописцев, которые иконы пишут. Я тоже вот об этом подумал. Я знаю, встречался с ними вот это вот, и для них это заработок. И поэтому они просто конкурируют за сбыт икон своих. И даже если ему уже доказать, что из икон идолы делает настоящие, он уже отступиться не может, как приговоренный. Да. Копейка, бизнес. Да. Да. И этим иконописам приходится, конечно, связи налаживать со священниками и против совести поступать, конечно. Да. Да. То есть деньги перевешивают вот это вот. Если бы, допустим, я бы зарабатывал бы и узнал бы, что это может повредить чьей-то душе, брось ты эту работу, найди другую. Нет. Будут доказывать самому себе, оправдывая свои грехи, что нет ничего страшного. Как вот в храме тоже, ну, Христос запретил в храме торговать. Так там это, валами торговали-то. Мы же коров не продаем в храме-то, понимаешь? У нас свечечки, крестики, все благословенное. Тоже, попробуй их убедить. Будут отстаивать свои... Вот. И Христос изгнал и продающих, и покупающих. Вот. Как вот Сергей Ильин заметил, не будет спроса, не будет и предложения. спросом будет всегда невежество, тьма неверия. Людям надо чем-то эту тьму все равно заполнить. Или брелками, или вот этими статуэтками, или там... Вот. И кто вот этими колдостовым этим занимается, и долослужением, те, конечно, будут, во-первых, бояться за свой бизнес, ни за веру, ни за это. Потому что обратить-то их очень просто, истина-то всегда победит. А и поэтому они от своего бессилия приходят в ярости, в бешенство, начинают проповедников и истинной веры христианской кнать и сажать и все. Простите, а где же должны продаваться эти свечи и то, что мы сейчас... Вне храма. Вне храма. Вне храма. Христос сказал, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Так еще свечи-то должны быть восковые. Чисто восковые, да, ну, понятно, да, а там воск, они чистые должны быть, а там от них такая копот идешь, прости Господи. Угодно ли Богу это? Они говорят, что это вот малая жертва Богу. Какая жертва это? Еще раз. Каноны, гласят, что торговля не должна быть в церковной ограде. Каноны такие есть, церковные. У нас и статья есть, я там все каноны выписал. Даже не вне храма, вне церковной ограды. Где-то должно быть в стороне совершенно. И то только церковная, там, книги, или что-то еще. Нельзя вместе продавать, допустим, церковную утварь, там, и хозяйственные, там, принадлежности, милая, зубная еще. Продукты питания должно быть отдельно. А у нас все в одном киоске и журналы непристойного содержания, тут же календарики с изображением Господа нашего Спасителя и святых. все, как говорится, смешалось. Сейчас прошел. Да, сейчас прошел. Сейчас у нас полчаса до пола и спорта на вопросы. Инар Тихонович, пожалуйста, важное... В данный момент я пишу письмо главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову. Потому что у меня от него пришло письмо, еще раньше было, благодарность, я ему книги подарил. Ну и сейчас я думаю, не знаю, хотел, так как у меня ответ от Путина пришел только благодарность, а с места-то не сминулось. Я подумаю, обращусь-ка к нему, а почему к нему? Потому что в настоящий момент он очень нуждается в помощи. На него такая обрушилась лавина клеветы со всего мира. Убрать его, к суду привлечь и прочее. Ну, в защиту ее выступает и пир, буквально лопается от этого. Но это лучший глава региона, самый смелый, настоящий патриот России. Это мое мнение. Я хочу помолиться о нем, помолиться о нем. На него покушение десятками убийц. со всех сторон лезут. И он их там, которых поймали, и он всех опять простил, как христианин, и говорит, вот, была разруха, все построено, люди имеют работу. Скажи, почему вы решили меня убить? Спрашивает. Они еще не могут сказать. Ну, понимаете, раз вы подняли меч, я имею вас право тоже убить во время перестрелки. А тут же стоят родители, их плачет, отец и мать, да для этого ли мы вас ростили? Мы довольны. У нас все есть. Открываются там предприятия и прочее. Но мы были в Чечне, это видели. Нам говорили, там не ездите, голову отрежут. А нас приняли как родных и близких. Но они же не знали, кто мы. Знают только, что мы христиане. В данный момент он нуждается в помощи. Мы за него каждый день молимся. Да, я тоже за него молюсь. Мелый человек, да. Ну, а содержание письма каково? Письмо таково, что я говорю, что письмо, прикладываю копию, которую я написал про поездку в ИГИЛ, чтобы помогли мне сговориться и пересечь границу-то. Но от Путина-то ничего больше не было, только поблагодарили за такое понимание важности дела, которые делаются. Но они мне не объяснили, почему они не помогают. Я подумал, он-то ближе к этим регионам, и у него люди там есть. То мог ли бы он договориться, чтобы меня сам ИГИЛ запросил? Вот какое письмо, содержание. И приложу копию письма, которое я написал патриарху Кириллу и Путину. А ИГИЛу-то вы зачем? Ну ты еще не знаешь зачем. Там бомбят их, их бьют там. ИГИЛ это терроризм, которого не видел белый свет по всему миру. Вот сейчас они захватили деревню какую-то там, 400 человек. Имели в виду, наверное, сказали, имели в виду вместо ИГИЛ Сирию? В Сирии? Которые? В Сирии? Вот, тогда понятно. Мы же в Сирии помогаем против ИГИЛа. А ИГИЛу-то мы зачем, кроме того, что голову вам отрезать. Понятно, что вы... Я не в Сирию, а к ИГИЛу. К террористам проникнуть. У меня программа есть такая. Умереть это уже определенно. Оттуда не выйдешь живым. Но у меня есть программа. Но если они меня примут, в первый день не убьют. Я прошусь ненадолго, хотя бы на год. Так, Сергей-то вас спросил, а зачем ИГИЛ должен хлопотать для вас, чтобы к ним христианин приехал? Проповед, какой цель? Вы не знаете программы моей. Я им объясняю там. Письмо им послан. Уже на арабском языке с ними разговоры, переговоры идут. Уже работают люди. Зачем? Зачем? Я не просто христианин. Я подхожу как идеальная фигура для них. 77-й год. Знаете, что я ничего зла не сделаю. Кроме того, у меня прекрасное отношение с мусульманами еще от моего деда. Дальше. Я знаю содержание Корана. Нигде ничего не нарушу. Говорить ничего не буду, пока они и сами не вызовут. Единственное, чтобы быть рядом и молиться. У меня программа своя очень четко определенная. Вплоть до расписания дня. Для чего? Я говорю, то, что я несу вам, это больше, чем все ваши высокоточные ракеты. А, вы пиаритесь, вы то, другое. Ну, это попы и прочее. Они ничего не знают. Я на молитве это выпрашиваю у Бога. Ну, дай Бог Господь услышит в вашу молитву. Но мы просто задали резонные вопросы. Понятно, на нашей стороне как бы нам угроза-то, что это нужно России. Это России нужно, потому что они хлынут сюда полчищами. Минимум 100 тысяч террористов одновременно. Россия, как бы, в лице Путина отказалась от вашей помощи. А вы сказали, что надо сделать так, чтобы ИГИЛ меня запросил. Да. Потому что, если они меня там встречать не будут, я никто для них. Нужно, чтобы пропустили с честь турецкую границу, а когда я писал, тогда еще самолет не был сбитый. Отношения-то в этот момент испортились. А Турция, чтобы перепроводила туда границы, и чтобы там те встретили. Что я был ожидаемым ими. Как они встречают, которые отсюда перебегают. Вот что нужно сделать-то. Другого пути нет. Вот единственное окно. И чтобы я все время мог быть с ними на самых передовых позициях. А почему на Сирию нельзя сразу билет взять? Да кто-то пропустит-то. Хода-то нет. Дальше я прибыл в Сирию. Дальше что? Вылезли куда? Тут из рук в руки только. Из рук в руки. Какое содержание будет? Все заранее обговорить надо. Понятно. А Турция-то при чем-то? До границы с Турцией не пересечешь. Через Турцию вход-то только через Турцию. Почему? Почему? Потому что нарушили соотношения с Турцией. Она сейчас экономически разное терпит припоны со стороны России-то. Путин сказал же об этом. Удар в спину. И теперь это все повторяют. В самом деле погиб летчик, погиб самолет. Ну, мне нужно перешагнуть через все это. Но кто на это пойдет? Меня поблагодарили очень искренне. Ну, видно, прям задушевно поблагодарили администрации Путина, министерство иностранных дел. Но дальше-то не идет, я жду, ничего нету. А у них главное здесь экспансия начнется, как только погода установится. Мне нужно успеть раньше. То есть вы убеждаете российское правительство, что вы можете силой своей молитвы, силой своей веры убедить игиловцев перестать... Я ничего не говорю, не обещаю. Просто говорю, пропустите меня. Зачем, говорят, обещать и откуда я еще знаю это? В твоем режиме зачем вам туда нужно? Скажи, зачем Есфирь пошла к Афтаксерксу? Зачем она встретила? зачем Есфирь пошла к ним, но... Она ничего не делала, она только молилась. И Господь что сделал дальше? Ее рукою. Аллапенко, Аллапенко, не думал, что там будет рядом. Я так в письме указал. Это Путийсфири. Так, вопросы. Натикныч, да. Экспансия начнется, вы имеете в виду, зима кончится, экспансия террориста полезна? Да, да. Они сейчас, много их прибыло на Украину, со всех сторон они попрут, а здесь свои. Здесь будет такое, чего еще в глаза никто не видел. Бомбить не будешь свои города. Они говорят, сейчас определенно, вот выступает, с Татарстаном и говорит, примерно 67 тысяч только в Татарстане мгновенно перерубят страну пополам. В каждом городе, в каждом автобусе по одному человеку, он один умирает, 40 за собой тащит. Все по домам спрячутся, остановятся заводы, все остальное. Вот что может быть. Я молюсь у Бога, я не могу назвать себя патриотом, но я знаю, что есть Бог, есть Христос, есть Дух Святой. Я выпрашиваю у Бога. И вдруг мне на мысль, пришла мысль такая, я написал письмо, получил ответ, стали говорить, это подделка, никакой подделки нет. Ну, кто-то патриарши, я их называю, кодлы. А раньше их называли выблетки, абортированные. Они везде мешаются, сами ничего не делают. Им туда, как одержимые, со всего мира люди едут. Они из всех щелей лезут. Речь идет о сотнях тысяч по всему миру террористов. Это невиданная беда, которой не было в мире. Но мы знаем, кто ее организовал. И к чему приведет, чтобы весь мир застанал и скажет, дайте правители, которые ведут мир. И вот он, дядя Антихлис, будет стоять. Как говорится, все еврейские штучки. Да, я с вами согласен. Ну, вот, я прошу помолиться. Я Рамзане Кадырову помолиться. Мы о нем молимся каждый день. Так, вопрос от Екатерины Тильниковой. Так как у нее микрофон плохо работает, то она его написала. Я читаю. Игнарий Тихонович, что значат слова апостола Иоанна. Цитирую. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий, родившего, любит и рожденного от Него». 1 Иоанна 5.1. Как понимать это местописание? Апостол Иоанн здесь говорит о рождении свыше? В наше время почти все говорят, что верят, что Иисус есть Христов. Но бывает, что Христа не знают. Также написано, «Любящий родившего любит и рожденного от Него». Часто мусульмане говорят, что любят Бога. но рожденного от Него не принимают. А прозволь тоже. К мусульманам это никак не относятся. Речь идет только о христианах. Значит, вопрос сразу в определенное русло идет. Рожденный от Бога его и видно, и слышно, и он это знает. А говорить просто, а я рожден, я разговариваю со священником, а я родился тогда, то я вижу, он совершенно мертвый. Трупный запах от него идет. Он делает все по-своему. Библию никакого значения для него не имеет. Любящий Бога, а как он любит? Любите меня, соблюдите заповеди мои, полюбите слова мои. Вот рожденный от Бога любит родившего и любит рожденного от Него. Поэтому я спрашиваю, когда в университетах его занятия. А вот баптисты, как вы считаете, они имеют Духа Святого или нет? Любого папа спроси, не имеют. Это Дух Антихриста у них. Я отвечаю, имеют Духа Святого. А в чем тогда дело? Почему не православное? Потому что засохли на первой ступеньке. Дальше не идут, где двое или трое. У них нет благодати освящающей. Вот нужно говорить, что. А почему думаете, что имеют Духа Святого? Написано, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот эта фраза и говорит, что они признают Иисуса Господом, да, а мусульмане-то его не признают Господом, а просто Иса, сын Марьям, и все на этом. Он не умирал на кресте. А если Христос не умер, то мы во грехах. Значит, к мусульманам совершенно это не относится. А адвентисты, что они рожденные свыше, да, многие рожденные свыше. Но они не церковь. У них нет епископата. Нет таинства, нет крови Христовой. Вот ответ. Слава Христу. Она как-то спрашивала, Екатерина там писала, там у вас в Кызы, или там какой-то Антоний кто-то находится. Никто он, совершенно. К нам ничего не может относиться Ирина, как только по Писанию. У нас эпиграф один. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 12 стих. Засчитай его. А повторите еще раз. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 12 стих. И скажите, к вам это относится или нет? Емничный пастырь, которому овцами свои видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец, и разгоняет овец. Так. Перенесем на современность. Как говорится, экстраполяция во временной форме. Кто такой волк? Конкретно. Вишна. Да, очевидно. Наши московские волки. Кто? Волк? Кто наемник? Кто? Назовите своими именами сегодня и увидите, к вам относится это или нет. К нам относится, я по полочкам покажу. А потом следующий вопрос. Называйте, кто знает как. Кто такой наемник? И кто такой волк? Екатерина, говорите, я слышно, я погромче повторю, что ты хотела сказать, Иван Тихович, я слышно. Очевидно, московская патриархия и епископы. Это кто? Наемники или волки? Ну, епископы, наемники. Епископы, наемники, а волки что? Наша патриархия. А волки это патриархия московская. Непонятно тогда, что же, находятся они в одной ограде и наемники волки? Это и дело. Видите, как вы подумайте до следующего раза. К нам это конкретно относится, прямо к нам относится. А теперь вопрос дальше, когда вы назовете вещи своими именами, не боясь никого, иначе зачем лукавить и лицемерить перед Богом? То спросить, а эти волки будут ли когда-то овцами? А эти волки наследуют ли жизнь вечную? Дальше, этот наемник бежит, а этот наемник покается или нет? Если он в таком состоянии, беглеца остался, спасется он или нет? И дальше, волк расхищает, а та обязательно расхищает или все-таки овцы сумеют противостать волку? Волку. Вот какие вопросы нужно поставить. И тогда мы увидим, где Дух Святой работает. На нас конкретно. Вот я могу рассказать, в течение пяти минут все разложить и показать, и ни один, говорит, даже рта не раскроет вопреки. Кстати, вот Антоний Дулевич, если он ходил на благовестие, то ли он евангельский, мы устраивали евангельские кружки, и он очень любит благовестовать, преподавать. Ну, в общем, так. Так. Не знаю, почему так получается. Ну, не все вопли, не все наиболее. Так. Вопрос. Можно я поделюсь своей радостью, которая, ну, это не вопрос. Мне вот Господь открыл недавно, ну, что такое святая святых, собственно. Я вот подумал, я не понимал никогда, знаю, что было святое и святая святых. А потом, а что такое святая святых? Почему там не святейшие, не самая святая, а именно святая святых? Посмотрел на иврите коды Жакадашим. То есть это значит святое святых, принадлежащее святым. То есть в этом святом находятся святые, то есть Господь находится. И Господь называет себя во множественном числе. Святое святых. То есть уже Кадашим. Это значит уже от трех... Если было бы двойственное число, было бы Кадашаем, как Иерушалаем. Да, вот Иерусалим, он имеет форму двойственного числа. Иерушалаем. А здесь в еврейке есть единственное число, двойственное и множественное число. А здесь идет сразу множественное число. Кадашим. То есть святое святых. Святое, принадлежащее святым во множественном числе. То есть уже от троицы, от трех. То есть здесь явно такой показ, такой намек, что Бог, он троичен. вообще множественное число имеет. Что это как в Скинии собрания было святое, а там святое святых дали, отделенное завесой. И вот я немножко мне сначала эта мысль пришел в голову, потом я поисъедовал немного в Писании и понял такая радость, что это указано множественное число. Указано, что святое святых еще тогда было указано, что это является святыня Господа. Почему, Сергей, минутку, а почему ты решил слово святых относится именно к Троице, а не святым, принадлежащим людям, которых Бог избрал. Святое, принадлежащее святым, святых. Это не людям принадлежащим, потому что в Скинии, она была Скиния собрания и также храм. Принадлежащим, первое святое, а второе святое святых, куда входит одиннажды в год священник, не без крови, то есть только в Йом-Кипур, в Йом-Кипур входит священник один раз в год, не священник, а первый священник только входит и произносит имя Божие. Это Йом-Кипур святая святых. Вот, она принадлежит только Богу. И поэтому я думал, как-то не обращалось в смысле святое, а дальше святое святых, ну, самое вот затертое, все говорят, святое святых, это как бы наисвятейшее, а на самом деле не так. Это не наисвятейшее, не самое святое, а святыня, принадлежащее Богу. То есть, святое святых, именно Божие. Так, Сергей, кто так понимал, когда, что святое святых, это слово святых, в родительном падеже относится к Троице. Понимается это всегда только так, что святое, принадлежащее святым людям, святых, один в первосвященнике, в следующий раз другой, от лица народа. Святых относится не к Богу, а к людям. Тут не о святейшем, ни о чем речи нет. именно направленное второго слова к кому. А первое, что оно из себя означает. Тут совсем не о Троице речь идет. Совершенно второе слово, святых, принадлежащее святым людям, добавим, чтобы понятнее было. Святое место, принадлежащее святым людям. Ну, я думаю, здесь надо закончить на этом, как бы. Ну, посказать. То один так вот, Сергей, открылась, я тихо читал, что... Так, Татьяна Шарпинская пишет, российская сторона убивает наших парней. Замечу, что она из Украины, Татьяна, она сейчас с нами перфиксирует. Дети погибают, защищая свою землю. Ну, я думаю, она имеет в виду украинских солдат, которые защищают свою землю от российских агрессоров и оккупантов. Не хочу никого обидеть, но вижу, что информации этой вам, нам, россиянам, не дают. Простите, жаль, очень жаль. А какую информацию надо, когда я с первого дня постоянно об этом говорил. Если Россия не соглашается, чтобы у ней что-то отняли, почему Украина должна соглашаться, что от нее отнимут отдельные районы? Уж на что расположен батька Лукашенко и тот говорит в разговоре с Путином, и мы никогда не согласимся, если от нашей республики будут что-то отнимать. Не надо было ничего этого затевать. Так они гнали москаляку, нагеляху, там прочее. Надо было перетерпеть. Вы вспомните Иоанна Дамаскина. Подкидное письмо только было, что он хочет сдать город. Им руку отрубили. А это фактически, я про Крым не говорю. Крым испокон века, там уже Суворов все этим занимался. А турок, говорится, оттяпали. Он украинским никогда не был. Но эти районы, которые сегодня Новороссия называются, они не русские уже. И поэтому не надо было ничего этого делать. Вот как надо рассуждать. И мы никогда, вот я в рассуждениях убеждал, что не надо этого делать. Не надо. Большая кровь будет. У нас родных, близких с Украиной поссорит сатана. Не то, что мы не понимаем, мы прекрасно понимаем. То есть надо было перетерпеть, когда русских в Донбассе, в Луганске мирных жителей украинцев обстреливали, нам нужно было не помогать им. Да не обстреливали. Им не надо тем было смуту наздевать. Я вот про что говорю. Что обстреливали на начале на пустом месте. Они жили нормально и вдруг стали стрелять. Потому что там уже началась враждебная кампания. Вы что глупости-то говорите. Начали обстреливать. Когда начали обстреливать. Когда уже война началась. Ну жили-то они жили и жили бы. Ну давайте мы сейчас поднимем восстание. Здесь скажем Алтай пойдет к Китаю. Ну что, Россия отпустит нас? Нет, но прежде чем сказать, что Алтай пойдет к Китаю, Москва должна сказать, будет другой правитель, который там началась-то смена правительства на Украине. Да. И Донбасс, и Луганск у этого правительства не угодно было. Они решили... Ну вот не угодно, что и получили. Я про это и говорю. Угодно-не угодно. Надо молиться было. И это еще не закончилось. И ты как хитро делаешь. как называется эта организация-то? Никита? Азов. Как? Азов. Азов у них. Они сейчас выступили в масках, выступают с оружием в руках и Нидерландам требования, потому что это шенгенская зона, а там входит, допустим, 15 государств. Как заехал в одно, вот мы в Польшу, и теперь везде едешь, и табличка висит, и никто тебя не останавливает. Ну и Украина хотела входить, это европейское сообщество, а Нидерланды против. А раз одна страна против, то уже остальные не принимают. И они говорят, вот вы против нас. Мы к вам придем, мы вас на кухне, на работе, везде дойдем, автоматы показывают. Мы вас, мы такой хаос у вас воздвигнем. Это украинский стоит, Азов. Организация там военная. Все в масках стоят. Ну и говорят, а тут по эпюру сразу давай говорит, их никогда пускать не надо, это убийцы. Я говорю, это может специально, чтобы дискредитировать украинские вот это-то. Выставили это? Ну, что, надеть-то можно. Ну, чтобы оттуда против никогда их не принимали. Кто против-то? Ну, вы маленько умом-то раскиньте, это же легко подделать. Вот на меня сейчас выходят, которые там, еще только они не пишут. Даже сказать нельзя. Снимки мои там, голову отрезают, прилепляют куда-то, и даже вообразить невозможно. Все это попы, травят, благословляют. Игнать Тихонович, а зачем было вырезать русское население украинцам? Вот они что, не должны были защищаться вообще, что ли, вот когда стали вырезать-то? Да, Сергей, я не говорю, это не надо, я еще раз объясняю, что не надо было доводить-то до этого, то чуть маленько раньше возьмите, а Гитлер придет, а Гитлер надо воевать, то он бы не родился. А как их доводить, когда они уже на этом шли, они уже шли резать, а не на этом... Сергей, маленько остановитесь, не с этого начинать надо, шагните раньше. Если бы мы жили правильно, Гитлер не зачался бы в ночь зачатия, его бы не было, Адольфа, он не родился бы. Если бы мы жили по западным божьим, Сталин не зачался, не родился, вот отсюда начинать. Здесь уже была смута, и поэтому те естественные говорили о ком, о всех? Нет, конечно, не о всех. Но сейчас в любом месте, в любом государстве, в Америке решили там штаты отделиться, отпустили их, с грязью все смешают, с север, с югом не ладили, что, примирились? Какая война была? Ну, маленько раньше, посмотрите, я ни к чему не призываю, кроме к молитве. Молитесь, и этого бы не было. Леонов этот, Николай-то, смотри, как мы с ним разговаривали, сейчас выставляют, а ролики-то стоят. Он за войну, за войну, он семинарию окончил, в Румынии учился. Я говорил, не надо, я говорю, ты до 50 лет не доживешь. Его убили, ракетой по автобусу бряхнули, и все. А мне говорят, а как вы знали, что убьют? Я ничего не знаю, я не пророк. Я просто говорил, взявший меч, от меча погибнет. Ведешь в плен, сам пойдешь в плен. Украина, Украина. Украина наши братья родные. Это не другая страна, это одна страна всегда была. Сумели рассорить, глупые люди. Можно вопрос еще? Да. Вот я в одном из интервью Игнатия Тихоновича, вот он рассказывал, что вот клали, вот когда новорожденный в рубашке рождается, вот эту рубашку клали на престол. Да. Потом. Когда это было? Это на соборе было? Да, на стаканском соборе, это все, 1551 год. Отменено или разрешено? Да отменено, конечно, еще разрешено-то. Это волшебство. Это делали. Вы просто просчитайте житие Дмитрия Ростовского. Когда он начал делать ревизию, в одном месте спрашивает, а где у вас дары? Они не понимают. Смещение хлопает глазами и не знает. Он говорит, я спрашиваю, ну где тело и кровь Христову? Ты когда вызываешь внезапно прищищать больного? Он не знает. Тогда тот, кто рядом ходил, говорит, запас где? А, запас! Это запасной это. И он принес, говорит, такой мерзкий сосуд, мерзкий сосуд, это его слова. Некоторые священники даже читать не умели. Безграмотные совершенно. Ну это да, это да, я знаю. Это Дмитрий Ростовский пишет. Ну что, не верить нельзя? Нет, не о том. Просто мне интересно, чтобы знать вот это вот. Я расскажу тебе. Это 100 главный собор отменил все. Это такое было. Попы дерутся до крови, до крови. А народ говорит, какой? Ну это уже я беру из другого. Лескова говорит, как, батюшку бить-то можно, но только чтобы у него шапка, камилавка, не упала на землю. Так народ приспособился. Попата встретят, шапочку снимут, на забор наденут ее, и папата отвалтузят, а потом шапочку наденут и говорят, благослови, отец Порфирий. Ну как в Америке сказали, грудь может быть открыта, только соски, чтобы не было видно. Ну дальше-то ничего не сказали. Женщины некоторые, охота ей полностью сиськи-то показать. Стали операцию делать и соски отрезать. Вообще-то же вообразить невозможно, что человек делает. Любой закон его пытается обойти. Ну да, господи, прости, помилуй. Прости нас, грешник. Прости, помилуй, господи. Говорю, ну потому что нельзя не говорить-то. Глупости все. Нет, я просто услышал, я этого не знал. Мне просто интересно, хотелось знать, это, я не спорю. Стоглавый собор, на котором председателем был 15-летний Иван Грозный. Да. 1551 год. У меня даже есть деяние. Вячеслав хотел вопрос задавать. Спасибо, господи. А посмотрите, 100 главный собор, просто зарядите его и в интернете вы найдете. 100 главный собор. Говори, Вячеслав, что ты хотел спросить? Нет, ладно, время уже вышло. Ну все, тогда, до свидания. Давайте, просим, молимся. Молимся. Не знаю, истинно, блажен, тетя, Богородицу, пресловно, блажен, благородицу, и Матерь Бога нашей, и свящую, и свящую, без страны, и свящую, без истинья, благословавшую, сущую, Богородицу, тебя величаем. Господи Божий, дивный наш Создатель, ты дал нам жизнь, и чтобы мы распорядились ей разумно, чтобы искали Тебя, нашли, примирились с Тобою, и жили для прославления Твоего Святого Имени. Я прошу Тебя, Владыка, даруй духовное рождение свыше патриарху, и епископам, священникам, и пасты, и лютующих против нас врагов, благослови, в судный день невменимых безумия, и нас помилуй, милости Твоей ради, и сохрани правителей от покушения на них, даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, распусти нас с миром, тебе Господи слава за все, Отец, Сын, и Святой Дух, Аминь. Я попрошу помолиться, я уже третий день болею. У меня руки-то вывершенные, и на коленях долго был здесь, а пол холодный-то, и у меня левое плечо, внутри там, видимо, нервы воспалились, и третий день с трудом рукой шевелю. Помоги, Господи. Тут еще с Украины дописала, сейчас прочитаю, Татьяна Шарпинская, то есть она слава про наших парней убивают, Россия виновата, тут мы начали про политику говорить, то есть все, и дальше она пишет, простите, но я выхожу, то есть ее сейчас нету с нами, она не выдержала, Я хочу о Христе слышать, политика мне чужда, и это был не Азов. Родные мои, люблю всех вас, Украина это мир, храни вас всех, Бог. Спасибо, Господи. Вопрос задан, его ответили. Мы тоже не хотим время терять зря, но вопрос задан. Ну да. Да тут и не вопрос, просто, наверное, как... не согласен, что ли. Ну ничего, да благословит ее Бог, все, отошли. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо.